Батул Хайдари переехала из Афганистана в Италию год назад. Такой марш-бросок в ее жизненные планы никогда не входил. В родном Кабуле Хайдари была уважаемым человеком. В столичном университете она преподавала психологию и сексологию, а ее муж торговал коврами. Все изменилось, когда власть в стране захватили талибы. Я до последнего продолжала приходить в университет. Тайком читала там лекции. А потом я поняла, что талибы просто не дадут мне работать. Не дадут жить. Жесткие реформы образования не заставили себя ждать. Сначала в университетах ввели раздельное обучение для мужчин и женщин. Потом создали целый список неженских специальностей. Туда вошли, например, ветеринария, экономика, инженерия. Афганские девушки сегодня многого лишены. Мы не можем учиться там, где хотим. Не можем выбирать интересные профессии. Ситуация и правда очень тяжелая. Со временем стало еще тяжелее. Талибы взялись за школы. Девочкам разрешили учиться только в начальных классах. Родители, желавшие дать дочерям полноценное образование, отправляли их в едва ли не подпольные кружки. Мы создали эту библиотеку для девочек и девушек, которых больше не пускают в школу. Здесь они могут найти необходимую литературу. А мы готовы помочь им. Объяснить ту или иную тему. Ну а в декабре 22-го, спустя полтора года после прихода к власти, талибы заявили, что любое образование для женщин является частью вражеской иностранной культуры. На фоне этого в школы перестали пускать младшеклассниц и их учительниц. Закрыли свои двери для женщин и столичные университеты. Нам просто запретили посещать университет. Мы не согласны с этим. Мы не хотим становиться изгоями. Интересно, что еще прошлым летом талибы вели себя куда мягче. Желая добиться признания со стороны международного сообщества, они обещали не нарушать права женщин и вообще создать инклюзивное правительство. Но обещания так и остались обещаниями. Нас не пускают на порог. И это просто позор, что Соединенные Штаты, Организации Объединенных Наций и Западные Правозащитники, все они делают вид, что ничего не происходит. Такие обвинения, отмечу, не совсем справедливые. Так называемый коллективный Запад почти сразу же, ну хоть и на словах, осудил новые афганские законы. Высказались по этому поводу и представители профильной миссии ООН. Это решение является примером отсталой политики, ставящей под угрозу будущее всей страны. И поскольку оно не отражает волю большинства афганского народа, те афганцы, которые не согласны с этой политикой, должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Выйти на улицы Кабула и публично выразить протест. Совет-то хороший, но в современных реалиях пойти на это готовы только самые бесстрашные, если не отчаянные люди, объясняет руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. Сегодня введена вся система полноценных шариатских наказаний в Афганистане. Людей могут типа по закону отрывать им руки, повивать камнями, расстреливать, в общем, делать все, что с ними заблагорассудится. Да, пока эпизодов таких кровавых не так много, они есть, но их не так много. Но сам флер, само послевкусие от этих акций, оно не внушает никому оптимизма. Никто не хочет оказаться на месте наказуемого, никто не хочет оказаться в талибской тюрьме или попасть под удар талибских прикладов. Да и к тому же большинство афганцев, уверен Церенко, в общем и целом поддерживают политику талибов. В столичном Кабуле, да, живет прогрессивное меньшинство, желающее строить карьеры и общаться с миром. А вот жителям бедных сельских районов не до этого. В стране экономический и гуманитарный кризис. Люди просто пытаются выжить. Я бросил школу после восьмого класса, я не мог продолжать учебу, потому что мне нечего было есть. Теперь я работаю в шахте и получаю 58 долларов в месяц. Образовательные реформы в Афганистане, кстати, коснулись и мальчиков. За последние полгода в стране появилось более тысячи специальных религиозных медресе. Там подростков обучают Корану и боевой подготовке. Мы получим тысячи, десятки тысяч молодых ребят, которые ничего не умеют, кроме как немножко рассуждать об исламе и хорошо стрелять. И не имеют никаких жизненных перспектив у себя на родине, потому что, к сожалению, большинство этих детей – это выходцы из очень бедных семей, которые просто не могут их физически прокормить. Они их отдают в эти медресы, чтобы просто не умерли с головы. И вот эти ребята, они сегодня превращаются в из них, пытаются сделать новых солдат джихада. Ну а солдатам джихада нужны соответствующие боевые подруги, поэтому нечего по университетам шляться, надо учиться варить борщ и ублажать мужа. Другими словами, талибы воспитывают новое поколение молодежи. Новых девочек и новых мальчиков, не испорченных губительным влиянием Запада. Лиза Паршина, Андрей Колосов, Евгений Пушкин, RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова